То, что сейчас находится здесь рядом со мной, это красивое и кьютное существо. Его зовут Паро. Спасибо нашим партнерам из aviasales.ru за помощь с поездкой на СЕС. Заходите на aviasales.ru и убедитесь сами, что отдых за границей доступен практически с любым бюджетом. Это японский робот, который сделан для того, чтобы люди, которым нужна терапия, пожилые люди, и больные люди в госпиталях у них был. Небольшой вот такой вот робот, который смог бы с ними проводить время, ну и, наверное, помогать им чувствовать себя получше и с помощью, скажем так, терапии кьютнесса помогать им, может быть, даже становиться все более здоровыми или хотя бы позитивными. В таком простом роботе, который похож на игрушку, есть очень-очень много сенсоров. И это самое интересное. Видите, я сейчас разговариваю, и Паро смотрит на меня, потому что он слышит, что я с ним разговариваю. Также Паро может реагировать на свет. Hi, Паро. Также Паро может реагировать на свет. Он также реагирует, когда вы его трогаете и гладите его. Он также реагирует на температуру, когда он чувствует тепло. И он ведет себя, как небольшой такой морской котик, который реагирует на вещи, которые вы делаете. Видите, двигает свои лапки и так далее. У него хвост сзади двигается, он достаточно легкий, то есть его можно держать и с ним играть. И он очень-очень приятный. И хоть я знаю, что это робот, кажется, что это какое-то животное. Конечно, да, есть моменты, где вы его гладите, и вы понимаете, что это не живое существо, но он себя так ведет, что правда-правда кажется, что внутри что-то есть живое. Вот видите, он на меня посмотрел. Я сказал живое, он на меня посмотрел. Это просто нереально. Один, во-первых, большой минус – это то, что такая игрушка, хоть она уже и на рынке в Японии 10 лет, и они говорят, что она уже в России тоже есть, такая штучка стоит 6 тысяч долларов. Почему она так дорого стоит? Потому что рынок все-таки у них не консумеровский, а больше для госпиталей и для компаний, которые, это для них, скажем так, что-то, во что они могут вложить деньги, чтобы помочь своим клиентам и своим, то есть, пациентам. Вот то, что вы видите, у него здесь соска – это также оригинальное решение зарядки этой игрушки. Сейчас он сидит, выглядит, как будто у него момент, когда он решил отдохнуть, а он также подзаряжается электричеством. Так что если у вас есть, во-первых, 6 тысяч долларов, а во-вторых, вам нужна такая игрушка, которая очень-очень прикольная, мне он настолько понравился, вы можете купить пару за 6 тысяч долларов и целый день проводить дома с мягкой, плюшевой, практически с живой игрушкой. Ладно, я пошел дальше обниматься, увидимся дальше. Хотите узнать, что еще интересного мы увидели на CES 2015? Заходите на наш новый сайт kicksputnik.tv, где вы сможете прочитать и увидеть оригинальный контент от нашей команды. Ждем ваших комментариев и предложений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok